добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня давайте поговорим о правильном заряде кальциевых батареи которые эксплуатировались будем так говорить неправильно либо с недозарядом либо с хроническим разрядом первый признак здоровой батареи кальциевый это легкий разгон до напряжения окончания заряда и он батарея должна разгоняться легко до 16 с половиной на пяти процентах от емкости ну и верхний порог не ограничен смысле ограничен но батарея должна набирать легко 16 и 5 16 6 16 7 и не подписчик задал вопрос как задал или задал как правильно как заряжать какие выставить алгоритмы но на 55 вымпели значит на 55 вымпели это сделать очень легко как два пальца об асфальт но хочу сразу сказать что это процесс возможно будет длительным дело в том что вот это застарелая и крепкая сульфатация которая висит на забивает пластины она же набивается не за один день продолжительным периодом бывает и месяцы и годы года поэтому за один день за один проход у вас не получится это сделать ну изначально рассмотрим на примере вот этой батареи которая вот у меня реактор которую привезли в абсолютно замороженном состоянии внутри был лед но владелец этой батареи он автомобиль прикурил вернее завели от другой батареи и приехал на автомобиле ко мне возле меня заглушил машину уже завести не смог я ему дал оборотную батарею он уехал оставил я ее отогрев первый цикл я провел на китайце то есть основной заряд и теперь нам нужно эту батарейку разогнать то есть сделать дозаряд плотность электролита посмотрим плотность плотности в этой батареи абсолютно никакой после основного заряда нет она не поднялась смотрите 1 1 так 16 это 1 17 1 17 поэтому нам с этой батареи придется поработать наверное продолжительный период времени я все записывать не буду чтобы не удлинять ролики сделаю этот ролик немножко покороче но в общих чертах объясню принцип работы значит повынь пиво 55 выставляем ток пять процентов первый первым алгоритмом и напряжение 16 7 примеру для разгона 16 7 и мониторим на какой отметке у нас остановится выпил то есть вот тремя амперами батарея 62 внутри ампера я выставил зарядный ток и батарея вот она сейчас разогналась до 16 1 и мониторим до какого напряжения будет разгон в течение полчаса там часа затем переключаем на алгоритм 3 на 3 алгоритм вот так вот и выставляем напряжение то напряжение на котором у нас выпил остановился на 3 амперах и дальше рост напряжения не происходит значит второе напряжение ставим внутри на от 13 5 до 13 8 ну поставим 13 6 и запускаем этот алгоритм и смотрим мониторим как батарея начнет набирать вот это напряжение последние 16 1 очень быстро то есть до 16 1 нагоняет потом идет сброс до 13 с половиной ну вот процесс пошел заряда видим что пока в начале набор идет медленно 16 он должен происходить практически моментально когда пластинки очиститься от сульфатиков набор происходит очень быстро 16 1 мы достигли опять переходим в настроечки выставляем уже 16 2 как только 16 2 выпил уверенно и быстро начинает набирать переходим к 16 3 как только 16 3 набрали уверенно на этом месте мы останавливаем заряд в том плане что ждем окончания заряда как только окончание заряда у нас произошло на 16 и 3 выпил нам даст об этом знать а мы заряд оканчиваем отключаем батарею у зарядного устройства и даем батареи отстояться минимум 8 часов не это но минимум желательно остается часов 15 16 батареи батарейка отстаивается на следующий день вы уже выставляете смело 16 и 4 и лишь на выставлять 16 5 если 16 5 происходит очень быстро переходим опять в первый алгоритм и добиваем выковачиваем сульфаты до той степени когда замер плотности показывает те значения которые нам необходимы то есть 128 ну случае с реактором 129 но не стоит упираться в этом процессе до именно 129 до заводских значений выбивать вам не стоит если вы добьетесь 127 это уже будет неплохой результат потому что батарея эти застарелые сульфаты вместе с этими циклами вы будете немножко уменьшать ресурс дайте батареи поработать на автомобиле месяцок поездите и продолжите работу с этой батареи в таком же плане батарея как только батарея начинает набирать до 16 с половиной вольт у вас все получилось вы батарею оздоровили батарея батарею привели в чувство и не пытайтесь вытащить двух трех годовавые батареи до заводских значений заводских параметров чудес на свете не бывает ребята износ он не отвратим он неизбежен и и если вы начинаете ставить какие-то эксперименты с ктц разряды заряды это все лишнее этим вы только сдуйте батареи и результатов вам это прогрессивных результатов вы не дождетесь вас будет только регрессии батарея будет сдуваться поэтому не ищите чудес не не слушайте дроба ну так назовем долбоящеров которые показывают ктц разряды и все прочее любые батареи любые аккумуляторы они с течением времени не улучшают своих характеристик и потихоньку сдувается батарея она может набирать если завода от производителя у производителя вернее было немножко нарушена технология по форму по формовке то есть батарея не доформована то батарея поначалу она будет набирать это в течение полгода параметры будут улучшаться и как ни странно параметры улучшится именно после глубокого разряда батарея вырастет и и как некоторые там мастера вот смотрите это моя чудо действенная работа чудо действенное знание да нет ребята это просто батарея была не доформована на заводе и вы лишнюю формовочку произвели естественным образом и батарея просто приподнялась но если если же наоборот батарея полностью отформована каждый глубокий разряд он очень больно ударит по параметрам тем более после полной высадки батареи вы не ждите чудес процессы химические процессы они есть процессы которые необратимы то есть их если они прошли их уже в обратную сторону запустить нельзя если у вас осела села сера на пластинах выбили ее с электролита то эту серу вы обратно в электролит уже никак не реформируете не форми не переформируете как правильно это объяснить единственное что вы можете снять это глубокую сульфатацию которую набиваете со временем серо если она отлагается на пластинах процесс необратимый и здесь батарея будет потихонечку сдуваться у вас но в принципе я объяснил полный цикл я показывать не буду это будет очень длинный ролик принцип я думаю работы понятен многие блогеры это эти процессы вообще объясняют на листках бумаги с ручкой у кого вправо и у кого в левой руке неважно но факт то что если работать вот такими алгоритмами также но если нет 55 вымпела закажите вот такие простые реле контроля на напряжение на алиэкспрессе и с любого зарядного устройства которая позволяет выдать напряжение боже более 16 вольт вы сможете сделать прекрасную зарядочку принципе что я имел ввиду этого интернета 57 конечно сама на мой взгляд это одно из лучших для меня самое лучшее устройство и по результат результат ребята будет и не ждите что за один прогон этот результат появится за один прогон еще раз повторю чудес на свете не бывает по отношению в отношении аккумулятора то что результат будет положительный я вам покажу вот на примере вот моя работа вот это готовые батареи в которых плотность 120 минимальный 127 от 127 до 129 этот результат вчерашней работы это вот это вот мне предстоит ошлое сегодня поэтому делайте выводы и меньше слушайте блогеров которые вам показывают результаты работы рассказывают на листках бумаги ну что ж ролик и так уже 15 минут пришел вот это я было бы что ребята хочу пожелать всем удачи в новом году обязательно купите красную икру водку естественно водочку и пусть будет в новом году у вас все замечательно и хорошо берегите аккумуляторы берегите автомобили а самое главное берегите себя всем пока и удачи